Друзья, всем привет! Думаю, никто спорить не будет с тем, что работа крановщика одна из самых сидячих работ, которую можно представить. И многие думают, что мы здесь весь день сидим и вообще не шевелимся. Хочу развенчать этот миф, показать, что и на кране, в замкнутом пространстве, и не только в замкнутом, можно заниматься спортом, можно поддерживать себя в нормальной физической форме и радоваться жизни. Смотрим! Итак, упражнение первое, базовое. Приседания. Ноги на ширине плеч, руки перед собой, за головой, на груди, как хотите. Ничего сложного. Место позволяет. Это если вы стесняетесь заниматься на улице, а если не стесняетесь... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Если такая акробатика вам совсем не по душе, попробуйте в чем-нибудь более стабильном. Например, Java-разработка. Хотите стать разработчиком на Java, но у вас сейчас нет денег для оплаты обучения? Ката Академии сделали обучение совершенно бесплатным до тех пор, пока вы не получите работу. Вы 7 месяцев проходите обучение на Java-разработчике и ничего не платите. Если не потянете обучение, вас просто отчислят. Платить ничего не нужно. Но когда закончите обучение, Ката гарантирует своим студентам, что после прохождения курса вы получите работу с гарантированной зарплатой от 100 тысяч рублей. Это прописано в договоре. Не получу работу. Опять же, ничего не плачешь. Получили работу с зарплатой от 100 тысяч рублей. За обучение Ката возьмет подплату в размере 17% с вашего дохода на руки в течение двух лет. При такой схеме Ката заинтересована, чтобы вы выучились максимально хорошо. Поэтому тут индивидуальный подход. Каждый студент движется в удобном для него ритме. И вы не перейдете на следующий этап, пока не зайдете в предыдущий. Программа курса подойдет как для новичков, так и для тех, кто с Java уже немного знаком. После прохождения курса вас подготовят собеседование. А трудоустоество будет ориентировано на Москву и Питер. По-моему, отличное предложение. А со всеми подробностями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Упражнение второе. Подтягивание. Для этого нам понадобится открыть верхний люк. И надеть перчатки. Так будет удобнее. Упражнение третье. Пресс. Можно делать в вертикальном состоянии. Вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так и в горизонтальном. Ножки вперед. Можно еще так. Дальше микрофон вышел из чата. Но я думаю, вы сами все догадываетесь. Четвертое упражнение. Отжимания на свежем воздухе. И по классике. Вот так вот. 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 На самом деле все ограничится только вашей фантазией. Места тут хватает. Хоть челночным бегом занимайся. Никогда не покупать китайские батарейки. Микрофон особенно. В общем, здесь я рассказываю о том, что самое простое упражнение, которое делает любой крановщик, особенно успешный, спускается и поднимается. Каждое утро туда-сюда. Можно в обед спустился, поднялся, спустился, поднялся. Уже прокачиваю всю группу мышц. Особенно если распределять вес на руки или на ноги. То есть будете забивать определенную группу. Хотите руки, плечики, спинку. Переносите нагрузку всю на руки. Как будто поднимаетесь на одних руках ноги так за собой. Хотите на ноги, пожалуйста, на ноги. На руки нагрузки толком не давать. Рюзачок тоже нагрузку дает. Нехилую такую, если водички туда нагрузить. В общем, фантазия решает. Спортом он занимается. Записал видос. Чисто попонтоваться. Все же знают, что в обед кромочке что делают. Правильно. Спят. Сон это лучший спорт. Берегите себя, друзья. Занимайтесь спортом. И до встречи на высоте. С вами был Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова